Ниндзя грабит элитные дома в Нижнем Новгороде. Такое прозвище получил неизвестный мужчина, который по ночам орудует в богатых коттеджных поселках. Некоторые называют его также Робин Гудом и Йетти. Мужчина в маскировочном костюме, совершенно не стесняясь камер видеонаблюдения, лазит по дворам и домам. Одет в камуфляже. Маска одета. Не кепка, а шапочка такая. Костюм Лешего видел. Как он через забор перепрыгнул, проверял дверь, проверял открыто, не открыто. Мы смотрели по видео, было видно, что бежит. А откуда вот он вышел? Не знаю, что с этого. Сетка такая бахнатая. Ходит вот такое чудо по домам ночью. Сначала заходил просто посмотреть, что, где, как. Сначала ничего не брал, а потом стал заходить уже и вот то, что берет. Был у нас тут, ходил где-то тут по камерам, вот здесь вот проходил вниз. То есть, возможно, с той стороны прилизал. Вот выше, залез внутрь, знаю, в квартиру, побыл минуты две, спугнул, по-моему, опес. Он убежал и, соответственно, вдоль домов пробирался где-то. Искал, где есть еще вход. Отжимал окно, сквозь окно, а выходил через обычную дверь. Открывает отмычками при открытии окна. Заходит в дома и берет там драгоценности, деньги. Человек наглый очень. Лежит там и на диванах, на хозяйских. И, то есть, как бы вообще без страха. Его ниндзя называют. К соседям зашел, попугай напугался. Это вот вчера она прислала. К нам залез этот человек сегодня ночью. В той же одежде. Спугнул его на лестнице. Выпрыгнул в окно. Вагона шесть домов ограбили. Перед взломом территории домов этот человек снимает с дрона. Он не нападает, я так понимаю. Но он проникает, ему без разницы, там, камера ли, или что ли. Если он там дрон пускает, значит, ну, он как-то, значит, в теме, в какой-то. Вот какой-то бомж там или что ли. Мы сначала думали, что группа, а потом, да, уже. Просто он сначала один обходил, мы думали, как наводчик. А потом уже, то есть, поняли, что он сначала обходит, а потом еще и заходит. Мысли были разные, что это, может быть, молодежь так начала развлекаться. То есть, на спор залезть в дом, побыть какое-то время и уйти. Потому что, если какие-то случаи были просто проникновения, нахождение в квартире какое-то время, ничего не пропадало, непонятно. Ну, что нотарм не хочет откосить, чтобы его в тюрьму посадили? Кто его знает? Сейчас ведь всякие бывают моменты. Не знаю, может быть, просто крышей на фоне осенних. Может, Робин Гот, он решил, что он или что ли? Я не знаю. Принимаем меры, закрываем окна. Мы тут организовали среди нашего поселка, скажем так, дежурство по домам. Кто там с часу до двух в окна, кто-то с двух до трех. Ну, люди переживают, боятся зажить. Прежде всего, непонятно же, но вот случай спроецирован. Зашел, хозяин встал. Вот одни один на один. Вот что, какие варианты. Возможно, он с оружием. Этот грабитель орудует в коттеджных поселках уже целую неделю. Некоторые из пострадавших обратились в полицию. Было возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Жителям нескольких коттеджных поселков причинен материальный ущерб в сумме около 7 миллионов рублей. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление личности данного гражданина при влечении его к установленной законом ответственности. Орудует этот гражданин в поселках, находящихся в Верхних Печорах. Но каждый раз избирает либо новый путь проникновения в поселок, либо вообще переходит в другой коттеджный поселок. Поэтому задержать его пока не удается.